В новом скейт-парке завершаются работы. 25 числа здесь будет официальное открытие. Из объектов есть поролоновая яма, например, для безопасной отработки трюков на велосипеде или скейте. У меня нет ни того, ни другого, но упустить такую возможность я просто не могу. Помимо ямы здесь есть большая разгонка, фанбокс, плаза, квотер, гринбоксы. Для тех, кто катается на велосипедах, скейтах и самокатах, все это не просто непонятные слова. Для несведущих объясняем, это специальные конструкции для катания. Оборудовать скейт-парк приехали специалисты из Екатеринбурга. Мы, получается, в Екатеринбурге это все сделали секторами, а сюда привезли, как конструктор собрали. Парк разделен на две зоны. Это стрит-зона для уличного катания, но кто катается, им для тренировок это самое то. И зона для тренировок уже на фанбоксах, Air называется, Air-зона. Помимо статичных элементов, на площадке есть мобильные конструкции. Скаты можно заменять ступеньками, устанавливать различные перила. И даже поролоновая яма может превращаться с помощью специальных настилов в сцену, например, для брейк-данса. Качество исполнения всех работ контролирует администрация и прямые пользователи этой локации. Ну, несколько элементов еще осталось собрать. Ну, и сами же ребята есть те, кто члены сборной России, тренируются. И поэтому они сами же проверяют все элементы. Площадь поверхности достаточно большая, и важно все проверить, чтобы перед тем, как и работы будут приняты, и оплачены, и перед тем, как, собственно говоря, начинать катать здесь полноценно уже ребятам, чтобы все было отлично. В целом площадке есть пару вопросов, но уже хотя бы хоть что-то, и это радует. Скейтеры очень ждут, потому что нам после снега кататься. Некоторые вопросы, конечно, еще будут прорабатываться. Все можно двигать, убирать как раз таки. И мы попросили заранее подготовить нам парочку разных высотой граней, там парочку, допустим, вместо склона, допустим, будут ступеньки, через которые мы будем прыгать. Опять же, и всем это будет подходить. Напомню, что новоуренгойские скейтеры несколько лет мечтали о крытой площадке. Ямальская погода не позволяет тренироваться на улице. Для этого у ребят фактически оставалось только короткое северное лето. Эту проблему озвучили Дмитрию Артюхову, когда он посещал газовую столицу во время ежегодного честного маршрута. И вот спустя пять месяцев у скейтеров, а также бомиксеров и самокатчиков появилась новая теплая локация. Впрочем, это отличный подарок для всей городской молодежи. Гюли Димитрадзе, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.